Добрый день, уважаемые участники нашего вебинара. Напишите, пожалуйста, еще раз в чате, как нас видно, слышно, и мы начнем. Как вы знаете, что у нас лекции можно проводить как в SDO Moodle, так и онлайн-лекции. Онлайн-лекции, консультации, вебинары, семинары. Сегодня наше мероприятие рассчитано на то, как организовать онлайн-консультацию, ну, любое онлайн-мероприятие на платформе BigBlueButton. На каждом факультете, институте есть ответственные за организацию онлайн-мероприятий. Я не знаю, стоит ли зачитывать, или, может, все-таки... Ну, может, с Аликовой забросим тогда. Итак, на каждом факультете, институте есть ответственные за организацию онлайн-мероприятий. Вы должны обратиться к этому ответственному подразделению, которое поможет вам организовать вашу онлайн-лекцию, либо консультацию, либо другое онлайн-мероприятие. Наш системный администратор платформы создал аккаунты, или это было сделано самостоятельно ответственными по подразделениям, и в каждом аккаунте выделено пять комнат. Я так думаю, что, наверное, каждая комната будет... Ну, это как решит, конечно, ответственное ваше подразделение, но, как нам казалось, самое оптимальное решение для каждой комнаты выделена ссылка и рассчитана на одну кафедру. Отзовитесь, пожалуйста, если у нас в чате присутствующая организация вебинаров на факультете. Просто как бы сам преподаватель самостоятельно не проведет онлайн-мероприятие. Это должно быть согласовано с ответственным, то есть чтобы он вас курировал, модерировал во время онлайн-мероприятия. Хороший пример — факультет естествознания, где там есть учебная лаборатория, и заведующая Малюгина Елена Васильевна, она очень хорошо организовала этот процесс. Сейчас, секунду, я попытаюсь на рабочем столе продемонстрировать сайт их факультета. Коллеги, значит, еще раз хотелось бы обозначить терминологию. Аккаунт — это ссылка, которая предоставляется в целом для факультета к определенной учетной записи на BigBlueButton. Под этим аккаунтом. Аккаунты мы раздали ответственным от факультетов. Под этим аккаунтом можно создать пять виртуальных комнат. Таким образом, получается, что одновременно факультет может проводить пять онлайн-трансляций. Одновременно. Но, опять же, надо понимать, что онлайн-трансляцию проводить, прежде чем проводить, надо подумать, для чего вы ее проводите. Если это лекция, это, так скажем, действительно телесообразно. Консультации можно провести немножко при помощи других ресурсов. Вот сейчас мы покажем вам, как реализована, допустим, организация онлайн-мероприятий в факультете естествознания. Так, вот мы зашли на сайт факультета естествознания. Посмотрите, как организованы мероприятия, онлайн-мероприятия на факультете. То есть составлен график проведения всех лекций онлайн с фамилией и именем преподавателя, временем, датой, темой лекций и курса. То есть во избежание технических каких-то неполадок, накладок. Сейчас все вышли в режим онлайн, поэтому нагрузка на интернет-каналы очень большая. Вот, чтобы этого не избежать, и чтобы мы тоже смогли своевременно оказать вам техническую какую-то поддержку, надо согласовывать расписание с ответственными на факультете и с нами. Поэтому как бы все онлайн-мероприятия, расписание мероприятий подаете своему ответственному подразделению и согласовываете время проведения этих онлайн-мероприятий с конкретизацией времени проведения и техническим сопровождением. Как я уже сказала, самостоятельно преподаватель не сможет это сделать только с поддержкой своего курирующего администратора. Коллеги, опять же мы не забываем, что с курирующим администратором желательно связываться при помощи электронной почты либо телефонной связи. То есть не надо ходить друг к другу, мы держим дистанцию, соблюдаем все правила гигиены и так далее. Поэтому электронные почты есть. Мы можем разослать, наверное, по факультетам, как удобнее, вот ответьте нам, координаты ответственных за организацию вебинаров в ваших подразделениях. Как вам лучше это сделать? Или мы размещаем на сайте Трита, файликом, и вы смотрите, или рассылаем на почту факультетов. Вот. Далее. Проведение любого онлайн-мероприятия, те, кто работал в Adobe Connect, оно, по большому счету, сильно не отличается от данной платформы. Правильно я понимаю, Игорь? Да, все верно. Я думаю, что те, кто успешно работал в Connect, с этим еще проще с этой программой работать. То есть переход по ссылке, ну да, как бы нужна последняя версия браузера, то есть браузер должен быть обновлен, а так дополнительных настроек, настроек, как в Connect когда-то было, не нужно. И загрузка презентации, и показ каких-то видеоматериалов с внешних ресурсов тоже здесь достаточно прост. Вот. Можете размещать информацию какую-то в форматах PDF в своей онлайн-лекции, и с возможностью скачивания вашими студентами для дальнейшего использования ее, изучения. То есть, ну, ничего сложного, как бы. Что нужно сделать, чтобы загрузить презентацию в систему? Значит, эта система поддерживает форматы PDF и PowerPoint. Так, ну, демонстрация рабочего... Я не могу показать. Я больше ориентируюсь на ответственных по подразделениям. Ну, они ответственно приходили на наши консультации по BigBlueButton, но думаю, что как бы были бы вопросы, они бы еще обращались, потому что неоднократно проводили консультации. Вот. Формат презентации — это PDF или PowerPoint. То есть вы сохраняете в этих форматах, предоставляете ваши материалы ответственному, он загружает в комнату, и для дальнейшей демонстрации и управления презентацией во время онлайн-лекции. То есть, как бы, для подключения к онлайн-лекции и консультации вам нужна веб-камера, ну, и микрофон, соответственно, чтобы вас видно было и слышно. Вот. Дальнейших настроек, как бы, ну, вот единственное, что вот обновленный интернет-браузер. И лучше, как мы столкнулись, использовать или Mozilla Firefox, или Google Home. Потому что в интернет-эксплорер, там, Safari, Edge, не все функции, возможности нашей платформы доступны и активны. Коллеги, еще раз, для обобщения. Вот. Был вопрос, есть ли в этой программе мобильное приложение. В этой программе нет мобильного приложения, потому что эта программа сделана на HTML5. То есть, она открывается на устройствах Android. Мы уже пробовали на разных устройствах. По большому счету, конфликта не возникает. В исключительных случаях может, так скажем, произойти сбой подключения. Но, поверьте, мы уже провели много онлайнов с различных устройств. На этой платформе не возникает таких серьезных проблем. Дальше. Если вы работаете на компьютере, атернационная система не ниже Windows 7. Выше можно. Но, опять же, перед тем, как вы будете работать в онлайне, конечно, желательно все проверить. Протестировать, порепетировать при помощи ответственных за организацию вебинаров. Вот вопрос, на ТВ пробовали. Что значит, на ТВ пробовали? На ТВ у вас идет просто трансляция картинки. Это подключается ТВ как монитор к вашему компьютеру. На Ютьюбе вы подключаетесь. Сейчас переходите на канал Ютьюб, наш БКПУшный, и там есть ссылка. Вот ссылку мы вам разместили в чате. Поэтому, перед тем, как вы начинаете онлайн-мероприятие, первое, надо определиться, что вы будете вещать в онлайн. Если это лекция, для лекции надо приготовить некий демонстрационный материал и вопросы для того, чтобы ваши студенты не включили онлайн-трансляцию и ушли кофе пить в соседнюю комнату, а чтобы они активно работали в чате. Их активность проявляется через постановку вопросов по лекции, через какие-то ответы, которые вы им тоже задаете. Таким образом, вы сможете удерживать внимание ваших студентов в течение всего аудиторного времени, выделенного на лекцию. Это, конечно, тяжело. Можно пойти немножко по другому пути. Интерактивная лекция у вас размещена в системе дистанционного обучения. Вы просите студентов предварительно изучить материал этой лекции и потом в режиме онлайн-подключения работаете по вопросам. Соответственно, время это вы делите как бы пополам. Часть времени вы говорите студентам, допустим, 40 минут изучаете материал, потом выходим либо на форумы, либо подключаемся на бибриватах и работаем уже в режиме онлайн-взаимодействия. Не надо делать из онлайн-бероприятия такую панацею для учебного процесса. Поверьте, это достаточно тяжело. Будет всем преподавателям в таком формате работать. Поэтому мы предлагаем продуманно подходить к использованию онлайнов, так скажем, для того, чтобы все-таки вы получали обратную связь от студентов. Так, вопросы. Почему вы активно не реагируете на вопросы? Нет обратной связи. Мы реагируем на вопросы. Мы отвечаем вам голосом. Или на какие вопросы вы имеете в виду, мы не отвечаем. Да. Так. Подтверждение о проведенной онлайн-лекции или любого другого мероприятия является запись вашего мероприятия. То есть по началу мероприятия включается режим записи, и потом он отключается. Записи все хранятся в комнате мероприятия. Где можно увидеть кнопку для записи мероприятия? Кнопка записи находится в верхнем, сверху, ну, там, как она, ну, кнопка, кругленький значок, и где написано «включить запись». Вы включаете запись. Запись ведется до того момента, пока вы ее не отключите. Запись в комнате появляется не сразу после проведения какого-то мероприятия. Платформа ее перерабатывает, обрабатывает. Ну, конечно, не редактирует, там, не обрезает, там, неудачное начало или конец. Но, тем не менее, как бы она, ну, в какой-то формат, может, сжимает, поэтому появляется не сразу. Вот. Все записи хранятся, как я уже сказала, в комнате. Нужно будет их делать, если хотите сделать в доступе для студентов. Тогда ссылка должна быть публичной, а не личной. И студенты могут еще раз, пройдя по этой ссылке, вернуться к онлайн-мероприятию, которое вы провели. Вот. Это и является, еще раз скажу, подтверждением о проведении онлайн-лекции, консультации, семинара. Задавайте вопросы, пожалуйста, в чате. Задачок сверху справа, слева? Справа. Ну, он как-то больше. Я хочу, ну, обратить внимание, что, ну, как я уже сказала в начале, что, как бы, не сам преподаватель курирует этим процессом, вам помогают в этом. То есть по подразделениям. Вот на историческом факультете Шупляк Сергей Петрович, на их факультете естествознания Малюгина Елена Васильевна, вот, они курируют этим мероприятием, связываются с нами. Если возникают какие-то технические моменты, это техника, это интернет. Поэтому, как бы, все гладко не может быть. Ну, мы стремимся к этому, но, сами понимаете, как бы, бывают какие-то нюансы, где можно посмотреть запись данного вебинара. На YouTube-канале, на нашем канале БГПУ. Ссылка появится чуть позже, пока тоже YouTube отработает ее. Так, и еще вопросы по организации онлайн-консультации какие у нас будут. Вчерашний вебинар еще обрабатывается. По поводу вчерашнего вебинара идет обработка видео. Чтобы вы понимали, коллеги, если ведется прямая трансляция на YouTube-канале, YouTube сначала транслируют видео, потом он его обрабатывает сам, самостоятельно. Затем мы выкачиваем это видео с YouTube для того, чтобы откорректировать, так скажем, некоторые моменты, то есть сделать монтаж видеофрагментов. И затем мы уже загружаем обратно ваше, наше видео на YouTube. Вот, поэтому это тоже занимает определенный промежуток времени. Точно так же вы можете поступать с вашими записями, которые вы будете делать либо на Глюбатоне, либо в YouTube, на нашем канале YouTube. То есть мы сразу вас в онлайн не выкладываем. Если вы вдруг видите, что у вас пошло что-то не так, вы недовольны определенными моментами вашей лекции, все это можно отсмотреть сначала самостоятельно, потом хотите вы это дело, так скажем, разместить или в вашем курсе электроном, или в видеорепозитории. Тогда вы обращаетесь в нашу медиалабораторию, она вам помогает этот процесс выполнить по вашему, так скажем, сценарию. И уже красивое видео выкладывается в то место, куда вам, так скажем, хочется и необходимо. Ну, ссылки на YouTube-предложение на главной странице БГПУ мы не будем выкладывать, потому что главная страница БГПУ немножко не для этого предназначена. Это первое. Второе. Какие ссылки вы хотите выкладывать на странице БГПУ? Если мы говорим о консультациях, онлайн-лекциях, которые проводятся непосредственно преподавателями, то лучше, конечно, это делать на сайтах факультетов. Так, можно ли... Вопрос такой. Нужна поддержка координатора. Можно ли проводить лекции-семинары из дома или только из университета? Можно проводить и из дома. Но вы предварительно должны координатору сказать, что мне нужна комната, тогда-то, тогда-то. Пожалуйста, откройте. Ну, написать. Координатор открывает. Вы предварительно репетируете всю эту связь. И потом можете выходить из дома. Но, коллеги, опять же напоминаю, у нас идет образовательный процесс. Это значит, что на заднем фоне у вас должна быть приятная картина, но хотя бы стена. Вы должны быть тоже в официальной одежде. То есть у нас сейчас карантина нет. У нас идет образовательный процесс по индивидуальным графикам обучения. Соответственно, и вы выглядеть должны быть на камере красиво, приятно и так далее. Ну, из предыдущего опыта хочу сказать, что качественные вебинары, будь то онлайн-лекция, либо онлайн-консультация, если они сделаны, отсняты качественно, мы просматривали это раньше. Ну, конечно, объем был другой. И размещали в видеорепозитории нашего университета. Еще обращаем ваше внимание. Пожалуйста, пересмотрите канал YouTube. Там есть ваши открытые лекции, золотые лекции, веб-лекции. Может быть, вы уже можете использовать готовые видеозаписи для того, чтобы сейчас организовать образовательный процесс. Вот вы должны это посмотреть и использовать. Не надо заново записывать одну и ту же лекцию 10 раз. Если она у вас уже записана, вы предоставляете ссылку своим студентам и потом проводите краткий либо вебинар, либо в форум по ответу на ваши вопросы. Или вы выдаете задание, которое студенты должны выполнить по итогам изучения материала вашей лекции. Еще вопросы будут у нас? У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, если у меня 5 лекций в неделю разная, реально ли мне все 5 лекций провести онлайн? Я поняла, что нет. Вам будет тяжело провести онлайн 5 лекций в неделю, поэтому желательно иметь лекции в текстовом варианте в системе дистанционного обучения. Ну, блог у меня полностью загружен. Либо вы на блоге, да. Вот у вас на блоге вы разместили файл своей лекции. Наверное, там вас размещающая презентация. Правильно? Ну, так есть. Наверное, да. И для того, чтобы, так скажем, после лекции у вас планируются по учебному плану какие-то практические занятия, практические спектакли, в видеологии полностью. Вот, значит, практическое занятие, вот, его лучше провести в онлайн-режиме, чтобы вы видели реакцию своих студентов. А предварительно им написать, что уважаемые студенты, лекция размещена, пожалуйста, ознакомьтесь, потом я буду спрашивать, так скажем, по материалам лекций. Например, либо кратко выйти в этот режим, и опять же, не надо пересказывать всю лекцию, а построить работу от обратного. Они изучили материалы, а вы у них уже что-то спрашиваете, уточняете, рассуждаете. Может быть, вы попросите их подготовить некие проекты краткие исследовательские. Или они напишут вам эссе, и они вам зачитают это. Потому что у каждой дисциплины своя специфика. Мы не можем сейчас, так скажем, давать более конкретные... Это не надо, мы сами знаем. Да. А, конечно, режим онлайна каждый день, вам будет, ну, как бы тяжеловато сидеть в онлайне, все, так скажем, бетли. Здесь нужно идти по пути комбинирования. Где-то вы проводите чисто лекцию, где-то вы проводите консультацию по лекции, но в любом случае вы должны, так скажем, согласовать со своим деканатом график работы, чтобы студенты четко понимали, куда, во сколько времени, на какой ресурс им надо зайти, чтобы пообщаться с преподавателем по, так скажем, освоению вашей учебной дисциплины. Спасибо. Еще вопросы у вас? Да, но я задам потом. Потом, хорошо. Значит, вопрос. Скажите, ЗУМ, университет работы, коллеги, мы сейчас, вот у нас с утра было совещание с деканами, и очень долго мы готовили приказ по поводу использования различных КТ для проведения консультаций и так далее. Вы можете использовать не только ЗУМ, вы можете использовать Вайбер, Скайп, Ютуб, все, что вам привычно для проведения консультаций, но с предоставлением обязательной отчетности, что данное мероприятие было проведено. Если вы проводите все эти мероприятия на Баттоне, вот то, что сейчас мы с вами делаем, то формой отчетности будет видеозапись вашей консультации. И нам в системе деканатам, заведующим кафедрами, деканам, будет все это прозрачно видно и понятно. Если же вы проводите свои консультации при помощи Вайбера, Скайпа и так далее, других систем, тогда во время консультации вы делаете или фотографию, или скриншот, где видно, что вот дата проведения, так скажем, консультации, кто у вас в чате присутствует из студентов, как бы подтверждаете, что да, вами выполнена работа по данному учебному плану. Это вы можете использовать и ЗУМ, если вам это более удобно, чем Big Blue Button. Мы абсолютно не настаиваем на том, чтобы все поголовно преподаватели использовали эту систему. Можно ли вы коростать для проведения вебинара читальный зал библиотеки БДПУ? Вы хотите использовать для вебинара читальный зал библиотеки БДПУ? В каком формате, Юрий? Как вы это представляете себе? Вы сами там будете находиться, в читальном зале БДПУ? Или студенты? То есть непонятно. Сами. Читальный зал БДПУ где? У нас в корпусе. То есть там необходимо тогда будет поставить оборудование и проверить. А так вы можете, пожалуйста, в любой аудитории... С выходом в интернет, с необходимым оборудованием. То есть вы понимаете, что необходимо. Если вы хотите в зале читальном, то, пожалуйста, проводите данные. Или на кафедре, в кабинете, пожалуйста, в помещении вашей кафедры вы можете проводить. Как обыкновенную картинку, когда вы загружаете, или прикрепляете любой файл таким же образом и подгружаете снимки экрана с вашего телефона и отправляете? Ну, тут коллеги спрашивают, как загружать снимки экрана с телефона на e-mail? Как загружать картинки, снимки экрана с телефона на e-mail? Я делаю снимок экрана у себя на телефоне. Так, у себя на телефоне. У меня есть вот такая вот штучка, скриншот называется. Да, скриншот. Так. Появляется картиночка на рабочем столе. И внизу под этой картиночкой есть различные значки. Первый значок «Отправить». Вы нажимаете на этот значок «Отправить», и вам предлагают ваш телефон, все те соцсети, почты и так далее, к чему вы подключены. Я выбираю почту и отправляю своему адресату картинку. С этими вещами необходимо просто немножко потренироваться. Ничего сложного в этом нет. Точно так же, как и с проведением общения, организации общения на платформе BigBlueButton. Открывается комната, вы выбираете кнопки «Микрофон», «Веб-камера», либо экран, демонстрация экрана. Нажимаете их, включаете, выключаете и начинаете работу. Если вы работаете в Moodle, в Moodle скриншоты из Moodle присылать не надо. У вас в Moodle есть такая опция, значит, настройки, переходите дальше в «Отчеты» и далее в «Журнал событий». Вот именно эти отчеты мы будем просить от преподавателей для предоставления на кафедры. Заходите в «Настройки», «Отчеты», «Журнал событий». И дальше там можно выбирать, информировать отчеты по каждому студенту, либо по группе студентов, либо по дате. То есть там вариации разные. Эти отчеты вы формируете, скачиваете и высылаете своему заведующему кафедрой. Снимать ничего не надо. Никаких фотографий, никаких там скриншотов, ничего не надо. Скриншоты, фотографии это только те системы, которые не входят в информационную среду нашего университета. То есть это Zoom, Skype, Viber и другие мессенджеры. Коллеги, еще если есть вопросы, задавайте. Я бы хотела напомнить вам, что у нас работает лаборатория медиатехнологий в центре. Если вы хотите записать какие-то фрагменты лекций или практических занятий лабораторных, где вы демонстрируете опыты, показываете, засняете сложный материал, то это тоже возможно сделать у нас в студии. Вы обращаетесь в лабораторию медиатехнологий по телефону 226-58-06, заказываете удобное вам время для записи, приходите, мы вас записываем. То есть тоже достаточно удобный вариант работы, когда в онлайне вы работали мало. 226-58-06. 226-58-06. Да, для организации образовательного процесса допускается комбинирование использования платформы Moodle, Skype, BigBlueButton и других ресурсов. Опять же, приказ этот, мы сегодня скорее всего подпишем, вы потом прочитаете, как мы определились. У нас у всех на сайте университета есть электронное расписание. Оно размещено на главной странице вверху электронное расписание. В этом электронном расписании прописан график учебных занятий и указаны фамилии преподавателей. К фамилиям преподавателей привязаны ссылки на блоги преподавателей. И как бы блог преподавателей это та отправная точка, где студент может увидеть все вопросы, касающиеся преподавания учебной дисциплины этим преподавателям. На блоге вы можете провести консультацию, вам студенты будут задавать вопрос, отмечая, что студенты заходят в свои личные кабинеты, чтобы вам задать вопрос, они подписываются на преподавателя. Что это нам с вами дает? Это нам с вами дает то, что мы видим, какой конкретно студент задал какой вопрос. И вы им уже отвечаете. Далее, в блоге преподавателя вы можете разместить ссылки на платформу Moodle, на Skype, где вы будете указать дату проведения консультации и ссылочку на Skype, например. Или дату проведения лекции и ссылочку на BigBlueBattle. То есть это все возможно. Сообщите контакт на телефон и фамилию специалисту, у которого можно выяснить все. Что именно все? Как организовать онлайн мероприятие? Мы разместим наверное эту информацию по подразделениям факультетам, институтам, не знаю, может на сайте ЦРИТа. С кем связывается контактная информация, почта или рабочий телефон. Еще был вопрос как попасть на BigBlueBattle. Ссылка у всех факультетов разная. опять связывается со специалистом на факультете, который отвечает за онлайн мероприятие и он даст вам ссылку и объяснит как работать. Я напишу адрес сайта нашего, где мы разместим информацию про ответственность за организацию вебинаров. Кто на Филфаке, кстати? На Филфаке ответственный жук. Василий Игоревич. Хорошо. Отчеты присылают вопрос только в те дни, когда есть занятия или по расписанию. По отчетам опять же вы договорились следующим образом. Заведующие мониторят постоянно проведение образовательного процесса. То есть это значит, что заведующий в принципе может подключиться как студент на ваше мероприятие, зайти в систему, посмотреть, что там происходит. Напомню, что мы разослали доступы в СДО Мудл всем деканам и всем заведующим кафедрам. То есть они имеют полное право зайти в любой курс, который размещен в СДО Мудл на вашем факультете или институте и посмотреть, что происходит в этом курсе в данный момент времени. То есть мониторинг этот будет вестись так скажем постоянно по уже по решению заведующего. куда он зайдет, когда он зайдет, это уже его решение. Еженедельно деканаты должны будут представлять в Центр Организации и Обеспечения Образовательной Деятельности сводные отчеты еженедельно. То есть получается, что информацию для заведующего кафедры вы должны будете сдать к концу недели. Ну или как вы провели занятие, например, у вас занятия в субботу нет, вы их провели там вторник, среда, четверг. Значит, вы высылаете по окончании занятий отчет заведующему кафедры. Формы отчетов у всех разные, вы видите это в приказе, шли по так скажем принципу уменьшения, то есть для Центра Обеспечения Образовательной Деятельности там нужны будут немножко другие отчеты, чем для заведующего кафедры. Таким образом, как только вы провели свое занятие, вы можете уже, так скажем, собирать свой отчет. Ежедневно высылать отчет не надо, ежедневно не надо. Да, получается, что вы идете по расписанию, у вас в расписании стоят занятия, вы провели занятие и потом к концу учебной недели сделали свой отчет. онлайн мероприятие на BigBlueButton можно организовать только через координатора, спрашивают у нас слушатели. Да, только через координатор. Скажите, пожалуйста, но если у меня лекция, значит, я поняла, что эти лекции я должна проводить согласно какому расписанию? Тому, который висит в коридоре или электронному расписанию? Тому, что вы висит в коридоре, оно аналогично тому, что электронный. А, вот так, да? Да, конечно. То есть они должны быть одинаковые. У вас ожидается одно расписание на факультете. А где оно уже размещается, это уже второй вопрос. Поэтому вы, конечно, проводите все по расписанию. Понятно. Ирина, я думаю, что тут еще пока идет вопрос обсуждения этих отчетов, поэтому думаю, что вы каждый день отсылать отчеты не будете. По поводу изменения расписания это решает деканат. Это уже не к нам вопросы. Вопрос YouTube. Если подработаем едиторием, там нужно было просто ввести пароль и работать в любое время самостоятельно. Можно, никто не запрещает преподавателю предоставить учебные материалы открытого доска. Таких платформ очень много вообще сейчас в интернете. это и курсер, и лекторием, и степик, и так далее. Если вы видите, что для объяснения определенной темы существует некий курс онлайн, вы можете вставить ссылку на этот ресурс в тот график индивидуальной работы, который мы вам разошлем в итоге, и довести это до студентов. Но в любом случае вы должны обеспечить контроль освоение материалов студентами. То есть потом не просто пустить их в свободное плавание, вот вам ссылка, идите туда и изучайте что-то там. После этого вы должны их проверить, что они знают. Как вы будете проверять, это тоже решает каждый преподаватель сам. Либо это будет тест в системе дистанционного обучения Мудр, либо это будет практическое задание, то есть там вариантов много. По отчетам точно я сейчас не уточню. Буквально сейчас приказ подписывается, когда он будет подписан, там будут точные формы отчетов, всем будут доведены, каждому декомату. Но ежедневно точно не надо, раз в неделю, да. Ирина, на этой неделе вы, естественно, будете делать отчет, потому что в любом случае университет должен показать, как у нас организован образовательный процесс по индивидуальному графику. Так, еще вопросы какие будут? Если еще будут вопросы у ответственных за проведение мероприятий, пожалуйста, тоже связывайтесь с нами, с отделом электронного обучения или дистанционного обучения через почту, пишите письма, звоните, будем выяснять, если есть какие-то моменты, которые вызывают затруднения. Значит, вот тут еще вопрос. Студенты жалуют, что не могут зайти через личный кабинет в блок преподавателя, выбрасывают. Ну, может быть, не выбрасывают, а они, скорее всего, забыли логин или пароль. Логин для входа в личный кабинет студента, это номер их студенческого билета. когда студент пытается войти в личный кабинет, в окне появляется, так скажем, краткая информация, куда обратиться в случае, если забыли пароль. То есть, они обращаются в веб-отдел, пишут на электронную почту веб-мастер собачка БСБУБАЙ свой запрос, например, не могу войти в личный кабинет, указывают номер своего студенческого билета. И дальше наши специалисты будут разбираться с этим вопросом. Пишите почту веб-мастера еще, пожалуйста. Сейчас мы напишем почту веб-мастера. На эту почту высылаются все вопросы по работе с блогом преподавателя и личным кабинетом студента. Мы его сейчас разместим в чате. Вот он. На эту почту, пожалуйста, высылайте запросы и студенты, и преподаватели. Мы постоянно всех консультируем в удаленном режиме по работе с блогами. По работе на платформе BigBlueButton все понятно, коллеги? Я думаю, что, наверное, лучше всего перед тем, как начинать эту работу, протестировать ее самостоятельно, для этого запросить доступ у своих ответственных, сказать, что да, я хочу самостоятельно поработать в свободном, как говорится, режиме, и потом уже начинать работу со студентами. Журнал посещаемости как заполнять? Вы писали в блокноте, кто был на онлайн-лекции по никам, а потом Энки переносить в журнал группы или как? По онлайн-лекциям могу я сказать, что у вас можно сохранить список всех присутствующих на онлайн-мероприятии, только просите, пожалуйста, чтобы они корректно входили в комнату вебинара, то есть по фамилии, чтобы вы могли опознать Петя, Вася, вы потом будете гадать кто это. Пожалуйста, пускай вводят свои личные фамилии, имя, отчество. Ну и потом, понятное дело, вы выписываете в блокнотик, это если мы говорим про онлайн-лекции. Если мы говорим про SDO Moodle, там ничего выписывать не надо. У вас автоматически формируется статистика по тому, что делали ваши студенты, сколько они там сидели в этом SDO Moodle, куда они ходили и так далее. В платформе BigBlueButton есть функция сохранения как чата, так и пользователей. Они сохраняются в формате блокнота или ворда, то есть тоже списком все, не надо вручную вводить или там копировать, вставлять. Все это делается автоматически, сохраняется до закрытия комнаты. То есть вы закончили, сохранили себе отчеты посетителей вашего онлайн-мероприятия, вопросов, которые задавались в чате и все и вышли из онлайн-мероприятия. Как предполагается, чтобы мы заполняли журнал, имеете в виду? Ну, у вас же будет вести статистика, мы уже пояснили, как она ведется и, соответственно, бумажный журнал, скорее всего, вы будете заполнять задним числом. Сейчас надо избегать контактов. Чем меньше мы с вами передвигаемся и ходим из комнаты в комнату и из корпуса в корпус, тем мы здоровее. Что именно разработали? Я так понимаю, что это был первый вопрос. И четко дайте указания. Мы не вправе давать указания по поводу заполнения журнала. Коллеги, это, так скажем, центр организации образовательной деятельности. Комментарии с YouTube спасибо отделу дистанционного обучения очень оперативно работают в эти апральные дни. Спасибо большое вам за такое приятное приятное слово. Ну, и вы тоже должны понимать, что сейчас нагрузка большая идет на эти отделы. Если у вас какая-то совсем критическая проблема возникает, то тогда мы будем вам помогать. Если же нет, обращайтесь к своим ответственным за организацию вебинара, к своим более опытным преподавателям. И коллеги, у вас у всех есть материалы учебные. В принципе, нету тут никакого страха по организации взаимодействия со студентами. Просто немножко мы работаем в другом режиме. Вот и все. Подключение к Moodle вы обсуждаете с отделом дистанционного обучения. Почту мы сейчас напишем вам. Напишите свои вопросы и они будут вам отвечать. Вопрос будет ли расширяться функционал блогов преподавателя? Пока нет. В ближайшем будущем нет. Все, вопросов больше нету. Спасибо большое, коллеги, что вы приняли участие в этом вебинаре. Мы потом еще чуть попозже выложим запись на YouTube. Всем вам здоровья, хорошего настроения, чтобы наши студенты получали максимальную пользу от нашей работы. Спасибо вам большое. Когда следующий мы скажем. Спасибо. Спасибо, до свидания. субтитры